Визит к Стэнли из каменного века Привет, Стэнли. Меня зовут Боб и я тут недавно. У тебя найдется пара минут поговорить со мной? Не видишь, я занят. Я тороплюсь. Думаю, сейчас пойдет дождь, а я забыл свою львиную шкуру. Но я могу простудиться, поднимется температура. А чего ты хотел? Я хотел побольше узнать о том, как ты живешь. Я сделала что-то не так. Мне казалось, на прошлой неделе я погасил огонь. Неужели что-то сгорело? Я стараюсь быть осторожным, но никогда не знаешь наверняка. Нет, Стэнли. Мне просто хотелось узнать, как тебе живется. Как живется? Ну, во-первых, я не могу спать. Всю ночь глаз не сомкнуть. Беспокоят тигры и волки в лесу. Мне говорят, что тут безопасно. Но я слышал такие истории, что волосы дыбом встают. Так у тебя бессонница? Ну, не всегда. Но она сводит меня с ума. Я не могу спать. Постоянно повторяю себе Стэнли. Поспи хоть чуть-чуть. Ты ни на что не годен, когда не высыпаешься. Стэнли, а расскажи про местность, в которой ты живешь. Она опасная. Осторожнее на мосту. Не знаю, какой растяпа его мастерил, но один неверный шаг и можешь упасть. А потом попробуй найди врача. Так ты боишься высоты? Да только дураки ее не боятся. Высота может убить. Не умрешь от падения, так утонешь. Вот в прошлом месяце двое этаких настоящих мужиков срубили бревно и попытались переплыть на нем на другой остров. Утонули? А я предупреждал. Но нет, они думали, что и сами все прекрасно знают. Говорили, Стэнли, ты всегда волнуешься. Такой пессимист. Такой настрой вреден для пищеварения. И вот они теперь на дне морском. А я разговариваю с тобой. И кто из нас умнее? Видимо, ты, Стэнли. Вот именно. Правда, у меня иногда таки случаются несварения. Надеюсь, ничего серьезного. Но все равно сходил к доктору. Может, ты его видел? Нет, я тут совсем недавно и еще не видел его. Ну так вот. Он дал мне такую отвратительную микстуру для моего живота. Это должно было меня успокоить. Но меня вытошнило. Я просто боюсь, что со мной что-то серьезно не так. А что? В этом году на юге отсюда целое племя отравилось и вымерло. Я мою все. Все. Прежде чем класть в рот. Но я не уверен, что и воду здесь пить безопасно. С тех пор, как тут поселилось столько народу, мне кажется, вода загрязнилась. Кто-то считает меня фанатиком, но зато я еще ни разу не отравился. Ты все еще жив, Стэнли. А как ты относишься к чужакам? Я им не доверяю. А чего ты боишься? Ну, помимо всего прочего, я боюсь, что меня убьют. К этому все сводится. С тобой уже случалось что-то подобное? В прошлом месяце, до сих пор не могу выкинуть это из головы, я видел чужаков-иностранцев. На них были шкуры других животных. И волосы у них были другого цвета. Это было ужасно. Я видел, как они схватили и связали моего дядю Гарри, а потом сварили его и съели. Страшная сцена. Слава богу, я к тому моменту уже бежал без оглядки. Но выкинуть эту картинку из головы просто не могу. Посреди ночи просыпаюсь от его криков. А ведь следующим могу оказаться я! О, звучит ужасно. Так ты боишься, что с тобой произойдет то же, что и с твоим дядей Гарри? Да. Но с позволения сказать, я помню его. Дядя Гарри был тот еще балабол. Всегда говорил. Стэнли, ты такой пессимист. Чего ты так переживаешь? При всем уважении к покойнику. Ужином стал он. А у меня всего лишь несварение. Тебе должно быть трудно все время столько волноваться. Трудно? Да это просто ужасно! Два года назад у меня стали случаться атаки. Например, иду я по полю, как вдруг сердце начинает очень быстро биться. Солнце светит, нигде никаких львов. А я вдруг так испугался, что у меня сердечный приступ. Аж голова закружилась. Едва перевел дыхание. И что было потом? Ну, мне повезло. Сара была рядом. Благослови Бог ее душу. Она взяла меня под руку и отвела в ближайшую пещеру. У меня так кружилась голова. И потом целых три месяца мне было очень страшно выходить в поле. Боялся, что снова будет атака. И как ты это преодолел? Да никак. Хотя в последнее время ничего такого не было. Думаю, помогло то, что Сара заставила меня, а она может быть очень настойчивой, по правде говоря, заставила пойти собрать в поле клубнику, пока птицы ее не склевали. Я был голоден и подумал, Сара со мной, если случится атака, она мне поможет. Думаю, благодаря этому я и собрал клубнику. Но я все равно переживаю, вдруг атаки повторятся. Ты вообще тревожный? Конечно. Я волнуюсь, достаточно ли еды. Или вдруг Сара убежит от меня с кем-то, кто сильнее. Волнуюсь о детях, вдруг попадут в беду. И всегда волнуюсь о своем здоровье. Это, наверное, тяжело. Ладно, спасибо, что уделила мне время, Стэнли. Всегда пожалуйста. Надеюсь, я не был слишком пессимистична. Все говорят, Стэнли, ты такой пессимист, всего боишься, всегда ожидаешь худшего. Может, они и правы. А может, я теряю рассудок. Так, погоди-ка, а накрыл ли я еду камнем? А вдруг кто-то будет проходить мимо? А вдруг медведь залезет в пещеру и найдет еду? А что если запах еды привлечет медведя в пещеру, потому что я не накрыл еду, и он убьет всю мою семью? Ну, я буду виноват, потому что был невнимательный? Мне кажется, я клал камень, но не уверен. Стэнли, мне пора. Ладно, признаюсь, я выдумал Стэнли из каменного века. Но вы понимаете, что я имел в виду. Какова была жизнь с эволюционной точки зрения? С точки зрения наших предков, живших сотни тысяч лет назад. Какие качества были нужны людям, чтобы справляться с выпавшими на их долю испытаниями? И как это связано с нами сегодня? Эволюционная психология уже какое-то время собирает эту мозаику, и тревога один из ее кусочков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова